Ну и последнее. Новая мода среди маркетологов – рассылать письма, написанные якобы вручную. Такие послания вызывают больше доверия, а значит шансов, что их прочтут, не отправив сразу в корзину, больше. Машины, которые пишут шариковыми или капиллярными ручками, имитируя почерк человека, стоят десятки тысяч долларов. Гравюры, которые пишут на сувенирах, зарабатывают, конечно, меньше, но и их услуги сегодня очень востребованы. Моя коллега Алена Бензик попыталась понять, почему мы, практически отказавшись от рукописного текста и предпочитая клавиатуру, готовы платить за чужой красивый почерк. Как отказ от шариковой ручки может повлиять на карьеру музыканта и почему уже сейчас у многих вызывает затруднение просьба написать от руки. Пианист, аккордианист и скрипач – пожалуй, те немногие дети, кто еще не разучился красиво водить буквы ручкой или карандашом. От того, насколько натренированы пальцы, зависит не только красота мелодии, но и письма. Если он трудолюбив, аккуратен, конечно, он будет делать все аккуратно и трудолюбиво, и в том числе он будет аккуратно писать. Делаем закругление вправо, получается такая качелька, да? Убористый, размашистый, угловатый или неровный, петляющий, резкий. Преподаватель начальных классов, как графолог, по почерку может определить не только характер ученика, но и его настроение. Если у ребенка хорошее настроение, он сегодня настроен на работу, он будет стараться и выводить все буковки. А если у ребенка какие-то переживания, у него могут быть угловатые буквы, он может не соблюдать строчку или клетку. Все это связано. Но цифровой век не требует чистописания. К выпускному аккуратная вязь первоклашки обычно превращается в каракули. Мы предложили школьникам отложить шариковые ручки и буквы разные писать острым перышком в тетрадь. Такое занятие каллиграфией в новинку даже молодому учителю. Все внимание на кончике пера. Чуть сильнее нажмешь, уже бумага рвется. Пытаешься вроде писать как можно лучше, а получается где-то потек, получается где-то много взяли чернила. Говорят, писать неразборчиво будущих медиков учат еще в институте. Мы предложили студентам обменяться лекциями и попробовать прочитать записи в тетрадях своих одногруппников. Война за переем. Здесь неразборчиво. Османс. 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 Одним из основных. Не понимаю это слово. Филадельфия. Штат. Дальше не могу почитать. Преподаватель истории признает, что рефераты, доклады студенты сегодня набирают на компьютере. И конспектировать лекцию порой все равно, что переписать «Войну и мир». Отсюда и неразборчивый текст в тетрадях. Я могу проследить все-таки, как почерк меняется. И, как правило, как человек пришел в целом к нам на первый курс, будучи только-только новичком в медицине, и последний курс на самом деле не очень отличаются. Гравер Светлана Белкина с утра до вечера складывает в строки слова поздравительного текста. Эта вот работа, она не допускает ошибки. На металле незатейливые сообщения компенсируют завитки букв. Такой ручной труд – экзотика в цифровом веке. И пока машины проигрывают человеку в каллиграфии. У компьютеров есть ограничения. Например, плоская поверхность только. А я могу и вогнутую, и в пуклую, и криволинейную поверхность, туда, где просто компьютер не смог подобраться. Когда-то красота письма говорила о культуре и образованности человека. Сегодня каллиграфическое письмо – редкость. Но в век шаблонных компьютерных средств общения аккуратный почерк остается напоминанием об уникальности каждого. Алена Бензик, Евгений Слепов, Омск.Здесь.